Постоянный меняющийся мир требует от специалистов все новых компетенций. В рамках Международной научной недели силы инженерии, преподаватели самарских вузов и промышленники обсудили подготовку высококвалифицированных кадров. Предложение сторон выслушала Наталья Гельманова. Каким должен быть инженер будущего? Дискуссии на эту тему организовал НОЦ мирового уровня, который объединяет 6 регионов страны и 16 вузов. Формат выбрали гибридный, живое присутствие и онлайн-подключение. Подготовку современных специалистов решили, надо начинать с постоянного повышения квалификации педагогов. Дать возможность у индустриальных партнеров почувствовать те тренды, которые там складываются. В свое время у нас была такая неплохая практика, когда стажировки проходили на предприятиях. И шли туда не студенты, а шли туда сами педагоги. Во время дискуссии, отсканировав QR-код, участники смогли пройти опрос о компетенциях инженеров, а результаты моментально появлялись на экране. Это позволило сформировать модель специалиста будущего. Предприятия должны делать свой социальный заказ на тех или иных людей, а вузы должны исходить из потребностей предприятий. Здесь нужно очень точное взаимодействие. Поэтому такие встречи между предприятиями и вузами очень важны. Мы будем формировать новые абсолютно программы, которые будут достойно конкурировать, мы надеемся, на образовательном рынке с ведущими вузами страны. Ну и, соответственно, завоевывать признание индустриальных партнеров, чтобы потом они уже понимали, что придя в управляющую компанию, можно договориться и получить высокоуровневую образовательную услугу. Дискуссия помогла теоретикам и практикам найти точки соприкосновения. А уже научно-образовательный центр мирового уровня будет помогать в организации подготовки инженеров будущего. Наталья Гельманова, Александр Никитенко, Вести Самара.